Привет! Я знаю, как вы хотели обзор на новый ROG Strix от Asus. И даже если не хотели, все равно посмотрите этот ролик, потому что здесь новый мощный Ryzen, мониторы на 144 Гц, да и в целом давненько у нас не было роликов на тему игровых ноутбуков, и вот время пришло. Я не раз рассказывал об игровых лэптопах от Asus, всегда это топовые камни, естественно, RGB-подсветка, Ray Tracing и так далее. И вот новинка ROG Strix G17 в целом придерживается тех же тенденций, но здесь скорее это не фарш за много денег, а оптимальный набор за вменяемую сумму. Ну и в целом, если вам интересно, что подобные ноутбуки в 2021 году умеют и на что способен процессор Ryzen 7 5800H, то это видео также для вас. Итак, если немного точнее, то модель называется ROG Strix G17 G730M, а сама линейка ROG Strix, если кто не знает, создана для киберспортсменов. Выше только Strix SCAR с герцовкой экранов до 300 Гц и количеством оперативки до 64 Гб. При этом не поворачивается, язык назвает линейку младшей, потому что мощи у таких ноутбуков под завязку, конкретно в этом ноутбуке много металла, он не такой громоздкий, он весит всего 2,7 кг и может открываться одной рукой совершенно спокойно. Экран. Установленная IPS-матрица имеет частоту обновления 144 Гц, при этом диагональ 17,3 дюйма. Яркий, очевидно отзывчивый дисплей имеет хорошую цветопередачу, а рамки вокруг очень тонкие. И да, веб-камеры тут нет вообще, для меня это скорее плюс, чем минус, потому что я всегда камеры заклеиваю, но вот геймерам, наверное, для стриминга она пригодилась бы, здесь в любом случае придется брать какую-то внешнюю хорошую камеру. Нижняя рамка чуть толще, она не соприкасается с основным корпусом, более того, здесь есть вырез, чтобы обеспечивать дополнительную защиту от перегрева в самых хардкорных сценариях. Прорези системы охлаждения видны как на задней панели по обе стороны от главных разъемов, так и на основном корпусе, они вынесены чуть выше его плоскости. И, кстати, о разъемах сзади. Среди них есть USB Type-C для зарядки, передачи данных и подключения устройств. Все вроде хорошо, но, во-первых, это не Thunderbolt 4, а во-вторых, в комплекте нет Type-C зарядки. Да, ноут не из маленьких, хотя рекордно мало весит для своей диагонали, но вот с собой его берем, он сам немало места занимает, а плюс еще вот такой зарядник, такой кирпичик, рюкзачок-то вам оттянет. И при этом поддерживает Type-C зарядку, которую можно докупить отдельно. Вот была бы в комплекте, было бы лучше. И, естественно, быстрая зарядка по Type-C касается только каких-то простых задач, потому что при гейминге нужно будет использовать стандартный блок питания на 240 Вт. Текстура корпуса матовая и гладкая. Визуально внешний вид разбавляет геометрический узор из букв ROCK. То же самое и на крышке. Ну и, конечно же, подсветка всех цветов радуги. Что еще сказать? Клавиатура здесь реально очень удобная и для игр, и для набора текста. Прежде всего, благодаря профилю переключателей и их расположению относительно друг друга. Трекпад также достойный, работает четко, но, конечно же, чаще с игровыми ноутбуками надо использовать мышь. А поэтому, внимание, в комплекте идет вот такая мышь ROCK STRIX IMPACT, которая подсоединяется через USB-A. С левой стороны можно в любой из портов воткнуть. Порты на правой панели отсутствуют. С позиции эргономики это объяснимо, чтобы ничего не мешало крошить виртуальных врагов в салат. Но, с другой стороны, я если кого и буду кромсать, то туда втыкать ничего не буду сам. А так не помешало бы. По звуку. Штатные динамики играют очень неплохо. Для фильмов подойдет, для игры подойдет. Музыку послушать, ну, так, если на кухне посидеть, тоже нормально. Но, если мы играем в игры, другой вопрос, как машина будет шумить, если тот же Cyberpunk запустить. Здесь, конечно же, уже придется надевать наушники. Ну и про производительность как раз и поговорим. Литера M в индексе модели лаптопа обозначает одну из основных и ключевых особенностей ROCK STRIX G17. Процессор AMD Ryzen 75800H. Мобильный чип четвертого поколения, произведенный по техпроцессу 7 нанометров и на архитектуре Zen 3. 8 ядер, 16 потоков, теплопакет 45 Вт, частота от 3,2 до 4,4 ГГц. Очевидно, что с такими характеристиками новый STRIX подходит как для игр, так и для монтажа при обработке фото и 3D. Плюсом, еще раз скажу, ноутбук не выглядит как корабль НЛО, поэтому для работы можно взять спокойно. В качестве тачки для профессионала. Даже если не играете в игры особо. В линейке AMD Ryzen 7800H уступает лишь серии Ryzen 9, так что вполне способный товарищ. По сравнению с прошлым поколением увеличилось количество инструкций на такт, на 23% выросла производительность в однопоточном режиме и что уж говорить об SMT. Благодаря значительно переработанной архитектуре изменился порядок расположения элементов на самом кристалле, таким образом снизилось время задержки при обмене данными между кэшем и ядрами. Что интересно, выросла мощность, но при этом и улучшилась энергоэффективность чипа. В производительности камня никаких вопросов. Любой AAA-тайтл легко заводится на высоких настройках. Плюс в сочетании с экраном на 144 Гц и RTX графикой жух и два часа пробегал по королевским битвам случайно. Я вот прям новый рекламный слоган для Asus придумал, но самое главное, что действительно радует частота кадров в игрушках. В первую очередь от всяких 3D-шутеров, вроде CS GO, Call of Duty Modern Warfare, Apex Legends, Fortnite, почему нет, Valorant или Overwatch. Все это работает на максимальных настройках. Понятное дело, на больших пространствах может подтупливать компьютер, но в целом все отлично. Другое дело, RTX игры. В жертву визуальному великолепию как раз приносится фреймрейт. При загрузке больших локаций система может задумываться, но все равно отдувается она, потому что стабильные показатели частоты выше частенько, чем 4 ГГц. Но все же ощущается, что системе было бы идеально 8 ГБ видеопамяти. Вот там бы у нас были ультра-настройки без всяких «но». По цифрам что? Shadow of Tomb Raider 47 кадров в секунду при включенном Hairworks. В Doom Eternal 126 кадров в секунду. В Metro Exodus включенном Physics и RTX получаем около 70 кадров в секунду. А вот если отключить до 83. Ну и Apex Legends 131 FPS при максимальном качестве. Вердикт по играм – зачет. RTX и 144 Гц решают. Но есть к чему стремиться. А именно хотелось бы чуть больше видеопамяти, что, понятное дело, увеличило бы стоимость ноута. В целом здесь со всей силой заведутся и Adobe Premiere, и After Effects, и DaVinci Resolve. Попробовали покрутить наши ролики в 4К. В этом плане все в порядке. Ну, понятное дело, раз такие игры тянет, то и для монтажа подойдет без проблем. Естественно, висики в монтаже бывают. Система может задуматься, но это будет абсолютно на любом ПК, потому что, какое бы ни было железо, софт у нас не идеальный. Дальше. Синтетические тесты. Новый Ryzen 7 в обновленном тесте Cinebench R23 ставит тестовую модификацию ROG Strix G17 в топ-3 по однопоточному тесту и в топ-5 по многопоточному. PC Mark 10 говорит, что с обработкой фото и визуализацией железа справится, а вот с обработкой видео придется местами попотеть. Но в целом результат годный, что и подтвердилось в наших тестах. Что в итоге? Бодрый по всем параметрам и крепкий по сборке ноутбук с удобной клавиатурой, отличным экраном, RTX с графикой и сверхнадежным процессором от AMD, который сделан по сути под любые сценарии. Что добавить? Разве что стоимость. Версия, как у меня, стартует от 145 тысяч рублей, что в сравнении с тем же Scar Strix выглядит как суперакция. Понятно, что такая стоимость не каждому кошельку, но подобные девайсы покупаются не на год и не на два. Так что есть о чем подумать. Этот ноутбук и другие гаджеты и технику вы сможете приобрести по очень выгодным ценам в магазине техники DNS. Ссылка будет в описании.